Общероссийский народный фронт заинтересовался переселением курян из ветхого и аварийного жилья. Оказалось, что некоторые семьи до сих пор живут в своих старых домах. Хотя, согласно отчету, представленному в Москву, они уже въехали в новостройку по улице Октябрьской. Фронтовики потребовали объяснений со стороны городской администрации. В декабре прошлого года новостройка на улице Белинского стала заселяться. Куряне, ранее ютившиеся в домах, давно признанных аварийными, наконец-то смогли решить свои многолетние жилищные проблемы. Еще один дом построили на Красной армии. Всего переселиться должны семьи из 16 аварийных строений. Жильцов ждет и многоэтажка по Октябрьской 62А. Однако, как утверждают члены Народного фронта, дом давно сдан в эксплуатацию. Власть отчиталась о переехавших семьях, а по факту они продолжают жить в старых квартирах аварийных домов. По 8 домам из 16, которые должны были быть переселены на улицу Октябрьскую, и власти об этом официально заявили на официальном сайте, вопрос до сих пор не решен. Судьбу переселенцев в дом на Октябрьской нам прокомментировала начальник управления по учету и распределению жилья города Курска Тамара Пожидаева. В этот дом мы должны были переселить граждан из 12 аварийных домов. Все жители аварийных домов знают, что они переселяются в этот дом. Там планировалась 61 квартира. Три семьи, к сожалению, они были одинокие граждане, люди умерли. Значит, сегодня переселению подлежит 58 семей. Из 58 семей 50 семей получили документы. Только 8 семей по различным причинам отказываются переселяться в эти дома. Однако, почему же дом до сих пор не заселен? В областном комитете ЖКХ и ТЭК считают, что не стоит раздувать скандал. Причины не заезда разные. Один человек не согласен с качеством поклеенных обоев, хочет сова ее переклеить. Другой человек, говорит, заказал мебель, я заеду только тогда, когда будет все у меня устроено. Третий, 10 человек совсем не желают туда ехать и материалы переданы в суды. Кстати, прокомментировал Сергей Шаталов и претензии к качеству построенных домов. По словам главы комитета, на жилье для переселенцев распространяется гарантийный срок. Есть он и на отделку. Все недоработки, если такое и случается, устраняются своевременно и бесплатно. Тарас Степаненко, Ирина Шашкова, Юлия Белякова, Андрей Дегтярев, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ.